Добрый день, дорогие и уважаемые мариупольцы. Пятый день, к сожалению, на нашей земле идет война. Мы слышим залпы орудий, нас обстреливают и совершают авианалеты. Но наши Збройные силы Украины, Национальная гвардия и Героический полк АЗОВ сегодня охраняют наш мирный сон. Они делают все, чтобы защитить нашу родную землю, наш родной город Мариуполь. Вы знаете, что второй день подряд вражеская авиация Российской Федерации наносит авиаудары по мирному населению поселка Сартаны и микрорайонов на Левом берегу. В результате этого есть жертвы среди мирного населения, есть разрушения. Но у нас есть сегодня и первая победа. Этот вражеский самолет сегодня был сбит над Мариуполем. Мы сегодня живем с вами не в простое время. Но мы работаем над тем, чтобы сегодня, насколько это возможно, была полная координация управлением городом. Мы организовали работу по подвозу зерна, организовали помол муки на территории нашего Мариуполя. Сегодня ночью мы запустили завод по производству хлеба. Мы спекли первую партию социального хлеба, которая сегодня в 8 утра отправилась в наши сети города Мариуполя. На прилавках мы видим сегодня социальный хлеб. Мы добивались стабилизации цен, потому что мы видим, что не всегда предпониматели понимают, в какой ситуации мы живем. Мы стабилизировали ситуацию. Сегодня первая партия с 10 тонн хлеба попала на наши прилавки. Завтра мы увеличим объем. Мы также организовали сегодня через сеть наших школ социальную воду, которую можно получать на безоплатной основе, в тех адресах, которые можно увидеть на сайте. И также работает сегодня контактно-коммуникационный центр 1555. Можно также позвонить и узнать, где можно получить социальную воду. Также наши предприниматели сегодня объединяются, обеспечивают необходимым продуктовым набором наши сети, для того, чтобы мы с вами имели запас продуктов. Также мы обеспечиваем сегодня этими продуктами наших дорогих и уважаемых героев наших военных, для того, чтобы они несли качественно службу. Также сегодня героически борются за жизни наших мариупольцев, наши дорогие медики, которые уже четвертые сутки работают над тем, чтобы сохранить жизнь тех, кто пострадал. На сегодня, к сожалению, уже 101 раненый мариуполец. Есть тяжелые раненые. Таких 19 человек. Есть, к сожалению, также дети. Враг не чурается ничем, он бьет по жилым массивам. Но мы твердо уверены, что на нашей стороне правда. Мы боремся за правое дело. Мы отстаиваем свои интересы и свою землю. Сегодня по коммунальной обстановке в целом нет изменений. Мы понимаем, что, к сожалению, нам не дают выйти на позиции, чтобы восстановить электроснабжение. Поэтому часть Кальмиузского и Левобережного района остаются без света. Не работают некоторые теплостанции. Но мы делаем все, чтобы обеспечить сегодня стабильную работу в городе. Сегодня вышли на линии наш коммунальный транспорт. По измененному графику мы смотрим, как люди передвигаются и отсюда формируем движение транспорта. К сожалению, мы живем сегодня не в простое время. И принимаем достаточно оперативные решения с точки зрения обеспечения города. Мы также смотрим на то, чтобы медикаментов нам хватило бороться за жизни наших дорогих и уважаемых мариупольцев. Мы сегодня организовали поставку в город Мариуполь всей необходимой группы медикаментов. Можно обращаться также через контактный центр 1555 по поводу тех группы медикаментов, которая вам нужна. Мы будем работать над тем, чтобы непрерывно обеспечивалась жизнь нашего города. К сожалению, в тех особых военных условиях, в которых мы сегодня с вами живем. Мы также сегодня говорим о том, что мы боремся. Боремся каждый на своем фронте. Военные борются на рубежах нашей Родины. Мы, как муниципалитет, боремся над тем, чтобы была стабильная ситуация в нашем городе с точки зрения коммунальной сферы. Мы работаем над тем, чтобы все цепочки, все поставки были достаточными для того, чтобы обеспечить необходимую жизнь в нашем прекрасном городе. Наши уважаемые врачи сегодня борются над тем, чтобы обеспечить жизнь наших дорогих мариупольцев. Сегодня хочу также поблагодарить наших уважаемых мариупольцев, которые откликнулись очень оперативно на наш запрос с точки зрения обеспечения кровью тех, кто в этом сегодня остро нуждается. И наших военных, и ключевое мирных жителей города Мариуполя, которые пострадали в результате обстрелов. И всего лишь за час мы обеспечили необходимый объем крови. Спасибо каждому из вас. Мы одна очень большая, очень дружная семья. Мы боремся сегодня за нашу свободу. Враг наступает, но мы не сдаемся. Мы не оставляем позиции. Наши вооруженные силы бьются за нашу свободу и за наш с вами мир. Я еще раз хочу сказать спасибо вооруженным силам Украины, национальной гвардии и полку АЗОВ за ваш героический подвиг, за ваш героизм. И, конечно же, все будет Украина. Слава Украине! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!